Всем привет, это Рома, кстати. Мы все давно не виделись. Куратором для профессионалов, выступающих, будет, соответственно, Рома. Тем, кто будет находиться в команде, дополнительно от нашей команды выплачивать призовые. Ребят, вам не надо знать, какие у меня часы. Вот мне не хочется, чтобы в сумке лежало 6 миллионов одновременно. Это вам повод, блядь, чтобы вот у вас пуканы ваши подгорели. Появилась часть. Кто-то сейчас на богатом заговорил. Зними эту морду наглую. И когда будет 30 тысяч подписчиков на канале, вот тогда мы сделаем мощнецкий розыгрыш. Короче, я хочу белый. И мне всех по 2 штуки с собой еще завернешь. Салам, пацаны. Дай покажу. Смотрите, какая штука красивая. Прям огонь. Мне очень нравится дизайн. Прям пушка. Ну, красиво. Красиво это у нас. Хотя это лимонад. Он как минерал. Это минерал? Нет, он не по вкусу, он вообще такой. Всем привет, это Рома, кстати. Мы все давно не виделись. Мы сегодня к всему не договаривались, бородатые. А еще у меня кроссовки в цвет Ромы. Кстати, это кроссовки новенькие, я Ромка подарил. А я ему майку, но он ее не одел. Привесу у сувенир с Дубайска. Вот, в общем, красивая штука. Я хочу пробовать. А не с натропами. Ну, пипец, сейчас просто буду, как будто бы МЗТ съел. Да? Ухватка. Нейтраль. Я еще с тобой взял 8 банок, костяна угощу. В общем, во-первых, я чуть не потерялся, потому что были в джиме, сделали реновацию, ремонт и расширение. Но расширение мы вам покажем только в формате, вот она вставка, будет так. Потому что теперь у Антона еще один этаж. А тут теперь я жил в раздевалку, а там много места, шкафов. В общем, ходил, потерялся. Хорошо, что Ромка меня нашел и привел сюда. Поэтому теперь я захочу писать, придется ему везти меня за руку. Мы вам расскажем, что у нас произошло за этот месяцок. А что произошло? Рома стал больше, а я стал меньше. В принципе, все новости. Вот так вот. Что мы, а немножечко по клубу. Сейчас мы вас познакомим с родоначальником, в принципе, всего места или джима. Безумство. Безумство. Ну, безумство, да. Потому что, ну, блин, развивается, развивается человек этим всем болеет и очень круто делает. Сделали крутой ремонт. Я вам скажу, как мы познакомились с Антоном. Давно, кстати, была первая встреча наша. И я так, ну, тогда была история еще с рит, джим вот этим, всей командой. С большими, с большими там историями для спортсменов, что будет все супер круто. Да, с гостюниными и другими ребятами. Это цензурируемые имена. В общем, не пошло. Но идея была волшебная. Я понимал, что она минусовая. Ну, так, всем по своей структуре. Она была минусовая по бизнес-модели. И когда я сел за стол, первое, что я спросил, он сказал, Антон, это же минус. Скажи, пожалуйста, почему? Ты говорил, безумец или фанатик? И я сразу потом получил достойнейший ответ, что это безумная отвага. Это безумный фанатик бодибилдинга, который любит, мало того, что сам спорт, это еще удивительный момент, что человек любит самих спортсменов. Он хочет о них заботиться, им помогать. Это большая редкость, потому что у меня это все-таки потихонечку уходило со временем ввиду серьезного разочарования в огромном количестве атлетов, с которыми я пересекался. Это не касается бодибилдеров в целом, это не бодибилдеры плохие, это люди плохие, за жизнью накапливаются у тебя, не все люди, но есть большинство. Накапливается опыт, и ты такой разочаровываешься. Блин, Антон крутой, до сих пор не разочаровался, кто там сидит, стесняется. Давайте его просто позовем сюда, и ты немножечко его проинтервьюируешь. Я сказал, что ты безумец. Вот человек, который открыл или джим, который все это придумал, и все это очень красиво. Скажи, как вообще идея эта родилась? Идея родилась? Антон родилась уже. Именно по открытию? Именно. Я хочу свой фитнес-клуб. Антон родилась уже. Это была такая идея будущих планов. Но получилось так, что планы реализовать много раньше были реализованы. Они, конечно, первоначально неуспешны, благодаря человеку, которому не будем рассказывать. Но когда это все началось, дальше уже было не остановиться, и тут уже началось, что получилось. Поэтому мечта реализовалась как можно больше. Слушай, ну вот ты реально, ты крутой бизнесмен. И ты в моменте, мы с тобой общались, да, ты открывал, говоришь, ну самую историю для души. Это сложно? Морально липко? Нет, блин, я хочу в кайф, это моя мечта. Вообще несложно. В кайф вкладывать несложно, именно в мечту несложно. В бизнес сложно, жалко, точно, жалко. А вот в кайф для удовольствия вкладывается все, и даже не считается, потом уже подсчитывается. Даже не подсчитывается. Лучше, лучше не знать цифру, вложил, открыл, все, как бы дальше. Давайте закроем тему с этими деньгами, и не будем знать, что там столько было вложено. Так много проще живется потом дальнейшим. Но ты расширяешься, ты практически x2 увеличиваешь клуба. Открытие второй зоны когда будет? В марте. Для ребят какой-нибудь ништяк сделаешь на абонемент? Конечно. Ну все, ребята, будешь сюда приходить, хотел подождать, говорите, хочу ништяк на абонемент. По рекомендации Руслана Халецкого. Вот, все, готовый режим соберется прийти. Много крутых спортсменов, грамотных тренеров, того же Рома Кулюлина можно здесь встретить. Меня редко, мне далеко есть. Но шикарный зал, и насколько он станет шикарнее при открытии еще второй зоны, даже сложно представить. Мне самому лично очень интересно, и как только будет открытие, я приеду. Вечериночка будет? Шлюхи, блокжек. У них тут... Сокотики, кумров, кобычу, все. Это VIP, отдельные VIP черные. Пластиковые карточки. Антон, спасибо тебе вообще за то, что в нашем спорте есть такие безумцы. Но это прям мега круто. Мы потом еще, на самом деле, Антону побеспокоим попозже с Ромой. У нас есть с ним. Идейка. Идейка. Мы вам ее расскажем. Антону пока не расскажем. А потом расскажем Антону. Ввиду, что он безумец, я уверен, что он ее поддержит. Мир держится на таких безумцев, на самом деле. Если бы не они, наверное, планета бы уже не вращалась. Сейчас меня, надеюсь, накроет эта штука. У Рейджа я уже выпил, естественно. И мы будем качаться. Где он достал их, не знаю. Я их в интернете видел. Они, наверное, стоят безумных денег, когда я не спросил. Но ничего. Все за счет Антона, он богатый. Ноги там обожать. Они уже такие, знаешь, как будто начинают потихонечку отставать от общего. Да, верха уже. Нету такой, чтобы прям везде с выпадать начали. Но если в общей концепции смотреть, то, конечно, такое. Ну, вроде, какие-то ноги были, а остальное, блядь, а сейчас вверх прям очень хорошо. Ну, это, на самом деле, неплохо, по-самому-то деле. Там, не знаю, колено чуть-нибудь поколоть. В общем, мы договорились, что мы качаем сейчас плечи. Мы собрались. Мы теперь будем опять бодибилдерами. Мы только что обсудили с Антоном. Ну, предварительно, как обсудили, с Ромой обутки. И, окей, дайте нам две недели. Ладно, меньше, чем две недели, недельку. И мы вам выкатим нашу идею. В чем у нас заключается? Мы с нами есть огромные команды девчонок, которым мы помогаем готовиться к соревнованиям. А ребят, по сути, никто толком не готовит. Мы видим то, как выступают спортсмены на разном уровне. И зачастую они могут делать лучше форму. И мы с Романом решили, что... Кстати, опять же, была какая-то идея, да, вот, Ринджи Марми не пошла... Концепция. Концепция. В общем, ребята, если вы хотите готовиться к соревнованиям, вот, реально, да, вот, тут касается только сейчас подготовки к соревнованиям. Да, я запускать скоро буду отдельно школу для себя, кто хочет заниматься. Сейчас для тех, кто профессионалов. Потому что куратором для профессионалов, выступающих, будет, соответственно, Рома. Совместно со мной будут разбираться каждый спортсмен, его данные, его питание, его тренировочные процессы. И мы побудем, поможем вам готовиться. Касается это и женских номинаций, и мужских номинаций. Почему? Потому что у нас у обоих есть опыт подготовки спортсменов всех уровней, всех категорий. Если мы говорим там о женских, у меня есть чемпионки мира, Кубка мира, практически большинство регионов, чемпионки России и выступающих про, и имеющие ли про карты. У Ромы куча девочек готовилась. Ну, понятно, про пацанов мы, наверное, даже можем не упоминать. Девочек именно соревновать на соревнования не выходили, но делали такую очень хорошую, сухую, качественную форму. Я в своем инстаграме, ну, кто следит, может быть, видели там. Пару девочек прям такие очень хорошие, мышечные, сухие, сухие прям были. Вот, поэтому имеется опыт, имеется возможность и, скажем так, желание помогать вам, подсказывать что-то где-то, направлять, курировать. Вот, и сейчас мы просто это все обмусякаем, скажем так. Ну, пока у меня первая моя идея была, зачастую, что делают все люди. Они, ну, понятно, платят за знание, за опыт, за внимание. Но, мы, говоря о спортивных выступающих, у меня было желание, потому что есть, да, мизерная возможность, тем, кто будет находиться в команде, если вы будете занимать призовые места дополнительно от нашей команды, школы, как хотите, называйте, выплачивать призовые. Знаешь, что вы... Ну, в общем, да. Да, символические, не символические. Посмотрим, сколько людей пойдет. Поэтому, что суммарно будет идти на оплату знаний и работы деньги. Что-то будет откладываться. И вот два основных сезона, весна и осень, те, кто будут выступать, попадать в топ, будут получать призы. Может, это внутренний рейтинг сделаем, то, что баловую систему по турнирам. Да, как вот, как в NPC, например, да, есть баловая система рейтинг. Знаете, в АВБ тоже есть рейтинг. Там тоже есть рейтинг спортсменов. В зависимости от уровня турнира плюс занятого места, баллы начисляются. И потом, когда в конце сезона, там, типа, топ-20 спортсменов команды, девочки-малечки. Очень хорошими призовыми, на самом деле, награждать. В АВБ открытая категория, насколько я знаю, там до 100 тысяч долларов что-то такое награждается. У этого? У Михи? Да, у него. У Михи один из цепаных. Мало того, да, у Михи еще и контракты, то, что он выступает, и не переходит в другую федерацию. Ой, конечно, ждите на канале. У меня на камере дома валяется с крайней поездки в Дубай с Илюхой, с Галемом. Интервью, как раз таки про Миху. Ой, там он по нему проехался вот так, вот так, блядь. Вот так его, блядь. Там интересно. В общем, качаем плечи. Сейчас Ромка будет страдать. Я давно не видел, как он плачет. Мне этого не хватало. Нам сейчас нужны гантели и махи. А вы поняли, да, что я дрич, потому что я делал футболку с длинным рукавом. Если я не в махе, значит, я не в форме. Мы будем делать суперцеп. Ну что, мы разомнемся сейчас, а потом в нем делать махи сидя, а потом махи стоя. Махи сидя. Десом поменьше, а махи стоя такие прямо ух-ух-ух. Как завещал Роник Калиман. Нам нужны гантели по 10 килограмм. На самом деле, самые опасные гантели, это не большие гантели. А самые опасные гантели и самые плачевные. Это самые маленькие, вот эти, когда он что-нибудь там по одной руке или что-нибудь. Вот это боль, да. Сейчас страшно, а там бесконечное количество. Бесконечное количество, да, когда ты стоишь и молишься. О-о-о. Мы в прошлой махом вот такую тренировочку там с Лешкой. Тренировка тоже в 7 месяцев мировались. Мы до 32 дошли. Ну, понятное дело, что там с чистингом. Заседание. Нет, 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 там все прямо такое было. С тяжелым на 10-12 повторений. Мы вот прошли туда и потом назад. Хорошо помахался. Ну, я иногда включаю в тренировочный процесс именно такие чистинговые хорошие махи. Потом, ну, если прям 100% технично все выполнять, то уже вес можно будет побольше брать. Плечи-то сильные, хоть и небольшие. Не сильно прям критично, но кому интересно, в нижней точке здесь я не поворачиваю гантели, а опускаю их так же костяшками кверху. Так сильнее немного растягивают. Вот, когда виды изменяются в упражнениях, становится тяжелее. Вот, когда виды изменяются в упражнениях, становится тяжелее. Возьми потяжелее гантели сразу. Не привычный. Не отдыхай, возьми потяжелее что-нибудь. Ой. Эти были 16. 18-20. Ребята, вам не надо такие у меня часы? Вообще не надо. Как тебя зовут, парень? Вовка. Не надо тебе, Вовка, такие часы. Поверь мне на слово, брат. Не надо. Эти часы стоят, как моя машина. Я вот на машине езжу, а Руслан вот часы такие носит. Так что не надо вам такие часы. Гораздо бешевая машина. Вот мы с женой на машинах ездим, вот, а Руслан вот такие часы. Вот, нет. Кстати, сейчас спрашивайте, почему они снимают там часы, браслет или что-то. Первый пункт. Не мешают ли они мне? Нет, блядь, не мешают. Если бы мешали, и когда мешают? Я что-то делаю. Я их снимаю и ложу на скамеечку. Почему, например, в Дубае я хожу в этих вещах? Там шкафчиков нету, блядь, пацаны. Там нету шкафчиков, чтобы вещи убрать. Там приходишь, кинаешь в сумку на пол. Вот мне не хочется, чтобы в сумке лежало 6 миллионов одновременно. Вот у вас будет 6 лямов. Вы их оставите в сумке, такие, пойду пассу, пойду покачаю сейчас. И не будут на виду они у вас. Поэтому, ну, как это может мешать? Объясните мне. А во-вторых, если он их снимет, то, блядь, у кого будет тогда гореть пукан, блядь? Что он обвесился золотом, блядь, и тренируется в этом во всем. Это вам повод, блядь, чтобы вот у вас пуканы ваши подгорели. И вы обязательно написали комментарий. Тем самым проявили активность на ролике, да, и помогли ему выйти в рекомендации. Поэтому... Нет, давайте я расскажу. Вот браслет. Да, кому интересно сейчас, вот на примере, просто чтобы вы понимали. Мне его подарили, во-первых, подарили на 18-летие. Он дизайнерский. Тут написано МОЗИ. Я, кажется, сам этого не знал, но мне рассказали. У этого же ювелира заказал золотой доллар. Как его? Песни херовые поет. Мой Вейзер. А, не, не Мой Вейзер. Песни дебильные, там, типа, ламборджини такие. Моргенштерн. Заказал у этого ювелира золотой доллар. Подарил его Урганту. И автоматом этот браслет стал стоить в два раза дороже. Ну, крутой ювелир. Повезло, фартануло и делает круто. И это просто подарок. Да, он тяжеленный. Он там дорогучий. Но это подарок на 30-летие. От моих друзей. Перстень. Камень в Шри-Ланке. Подарок. Он из земли. Он не обожженный. Он такого цвета. Это очень редкий камень. Только потому, что он природный. Обычно их специально нагревают. А сам перстень сделан, опять же, моим другом. Я забыл, сколько мне лет. 31 или 32 года. 32 мне подсказывает. А это мой друг ювелир. Я говорю, надо камень. Вот подарили камень. Он сделал мне перстень. Это его личный эскиз. Таких больше нет. Они не продают. Только под заказ можно сделать. Но ввиду того, что мой друг армянин, ювелир, он еще запихал туда 2 рубина и бриллиант спать в ТВ. И понимаете, тоже подарок. То есть я оплатил только золото. Работа была подарком и камнем. Вот такие вот вещи. И поэтому они для меня памятные. Они для меня ценные. Ну и вот, не знаю, покупайте биткоин-инвестицию. Золото всегда дорожает. Я могу в любой стране мира снять вот это и поменять это на машину. Очень удобно. Понимаете? И это можно, блин, на квартиру. Можно сбежать от мусоров в другую страну и год жить, если все это просто продать в другой стране. Может, это шутки. Может, еще что-то. Я, правда, не понимаю, как других мужчин может напрягать чей-то браслет. Мне кажется, если вы хотите, попробуйте поработать. Вот он обожает кроссовки. У него Джордана, знаете, ребят, тоже. Наверное, на такую сумму у вас может зарплата за год такая, как вот у Ромка, когда в шкафу стоят Джордан. И что, этот он плохой или он там выебывается? Нет, ему они нравятся. Мне нравится золото, мне нравится хорошая машина. Я с 14 лет работаю, могу себе подворить. Вот и все. Поэтому, ребята... 37 пар. 37 пар? 37 пар. На самом деле. Чтобы вы не видели бы сейчас лицо Лехи. Слушайте, если я свою обувь открою, это бы тоже пипец. Если бы еще для пары кросс взял, таких пушечных, ебать. Ну, там пипец. Ребят, понимаете, то есть, ну, скажем так, вот видели бы у меня вот сейчас в простой одежде, в которую я хожу, это, бля, треники, ну, гэскерские. И футболочка какая-то там самая максимально простятская. Вот, и все. Но, когда в зале нахожусь, я люблю хорошую, красивую, спортивную одежду, качественную. В том числе и обувь, хорошую, качественную. Вот. И когда у вас имеется возможность, ну, позволить себе там покупать хотя бы там раз в месяц по одной паре, это не так дорого на самом деле. Ну, просто появилась часть. И мне, кто-то сейчас на богатом заговорил. Нет, нет. Сними эту морду наглую. Сними эту морду наглую. Не приятно. Просто появилась возможность такая. Естественно, я, ну, спортивную одежду достаточно много там денег трачу. Но мне нравится. Я получаю от этого удовольствие. Блядь, а нахуй зарабатывать деньги, чтобы что их, блядь? Хранить их там? Нет, ну, понятно, я делал там инвестиции. Ну, это точно уже на богатом пошло. Короче, обувь – это ваше здоровье. Хотя бы пару хороших обувь, чтобы можно было менять. Ребята, я прям очень рекомендую. Потому что, ну, по крайней мере, в Джорданах я своим спортсменам разрешаю качать ноги. Я считаю, это хорошая обувь, адекватная для тренинга бодибилдеров. Ну, хотя сам именно ноги я хожу делать даже, когда там приседы. Если у меня есть приседы, то я одеваю штангетки. И обувь – это здоровье. Вы можете вспомнить старые ролики, когда я очень сильно ругался на Романа за то, что он ходил в стоптанных, именно в стоптанных старых конверсах. Лучше босиком тренировать ноги, чем в плохой обуви. Обувь – это очень важно. Поэтому парочку хорошей для зала тренировочной обуви обязательно нужно иметь. Ну, и не забывайте, когда качаете ноги, толкайте отягощение с пятки и внешней стороны стопы. Идешь на тренировку, может, сегодня ног, прям запомни мои слова, жми ногами, вставай из приседа и прям всем своим мозгом, да, присядь, Витя, твоя стопа, пятка, внешняя сторона. Распредели вес вот по такой вот линии. Ты почувствуешься ноги иначе. Все, 7 секунд полезных в этом видео закончились. Можешь выключать. Дальше мы о своем, о 9-м поговорим. И вот давай за таз. И на меня. Да, и поддерживай. И сюда еще. Ты еще дальше пробуй. Здесь. Вот, почти. И не заклучивай по кругу. Отсюда по прямой линии вводить. Вот так. Вот, да? По прямой линии. Вот сюда. А гантель поменьше нельзя взять. Хорошо. Меняй на 6 килограмм. Лопатку сожми. И дело... Ребят, в том, что тут мы позволяем себе сильнее растянуть среднюю дельту. Ощущения будут обалденные. Попробуйте. Че охуенно ощущение? Че? Че он цирал? Больно просто. Обалденные ощущения. Такое ощущение, что они по весу не меняются. Так. Че, тяжелый день. Кстати, ребята, так-то вообще, как вам наша мысль-то с Ромой о том, что мы вам готовы помочь в подготовке? Первый. Напишите, что вы об этом думаете. Хотите ли вы пойти к нам готовиться? Готовиться. И в-третьих, наверное, не стрёмно, прямо в комменты напишите, сколько бы вы готовы были платить за подготовку? Антон уже дал добро. Мы поговорили. Базой для просмотров будет или джим. Отдельно есть огромное помещение еще на втором этаже. Оно будет почти вся свободно. Там будут уроки по позированию. Это будет доступно, естественно, и в онлайне для иногородних. Все питерские смогут приезжать, тренироваться, кто будет в команде в или джим. Две субботы в месяц будут просмотры. Когда они будут попадать на соревновательные дни, в случае соревнований в регионе, они будут переноситься на вечер пятницы. Все иногородние смогут также посещать или джим по приезду. Свободно, естественно, приезжать на просмотры. Хотя бы раз в месяц будем ждать. И, естественно, всем, кто будет попадать в топ, все-таки, наверное, я считаю, что нужно будет сделать рейтинговую какую-то систему. Она будет более интересна. Мы будем дополнительно поддерживать. Если это медийно получит какое-то, людям будет интересно. Может, сделаем и зрительских симпатий, какие-то просмотры, просмотры, рейтинги. И, в общем, постараемся этим сделать и развить. То есть, уже, да, то, что есть у всех, это, понятно, наше знание в обмен на ваши деньги, но и определенные бонусы. Естественно, просто все возможные скидки от всех возможных партнеров. Как говорится, от патрона до гондона будете получать лучшего качества и получше цене. Может, банально, скидками окупится даже сама подготовка. Будут ли кого-то брать на команду генетика или на поддержку витаминов? Все является отдельными проектами, поэтому, если человек будет медийный или ты сейчас медийный и востребованный, ты прямо сейчас можешь написать любой команде, начиная от генетика, заканчивая, я не знаю, Optimum Nutrition и твою кандидатуру рассмотрят. Будет ли, так скажем, выше вероятность? Ну, конечно, будет. Вы же будете на виду, на глазах и ваши, так скажем, рвения, и вы сами будете чаще попадаться в поле зрения. Я помню когда-то одно интервью у него близкого товарища, который очень интересно сказал, но он, в результате, неправильно. Это был Ашотик в очень старом интервью железному рейтингу много лет назад. Он сказал, что, типа, какой отстой? Вот мы сначала должны выигрывать, в целом, бодибилдеры, а потом нас готовы брать на контракт. Ребята, никто не берет маленького мальчика в футбольной школе, которая, сука, спотыкается и наступает на свои шнурки на контракт с миллионов долларов в футболе. Все сначала растет, рвет колени, может остаться инвалидом на всю жизнь и не получить ничего. Его родители платят за сборы, за автобус, за врачей, за форму. И потом, когда-то, эти инвестиции могут выкупиться. В бодибилдинге все то же самое. Единственное, тут есть в современном мире момент скачка, что вы можете еще не быть не чемпионом, но быть интересным, умным, талантливым человеком с врожденной харизмой, на которого по стечению обстоятельств, благодаря вашим врожденным данным и возможно приобретенным, начинают смотреть. И тогда вы можете проскочить в момент необходимости завоевания титулов и начать зарабатывать уже на своей медийности. Но титулы медийность усиливают. И наоборот. И зачастую, даже когда люди обращаются, являясь чемпионами России, но когда они неприятные, вечно ноющие, невостребованные, да хоть вы трижды будете абсолютным чемпионом России, вы будете никому не нужны. Если как человек, вы не очень. Совокупность данных. Возможность есть, возможность будет. Возможность есть у каждого. Вот все. Вон, ну Ромка же, вот вам пример, вот вам парень, вот вам парень из Орска, который 6 лет выступал безостановочно, проигрывал в какое-то время в самом начале, а потом увидели, привезли, и вот сейчас у него 37 пар Джорданов, а Джорданы там начинаются, они дохуя стоят, ну, в сравнении с обычным обувем. к тому, что ко всему можно постепенно прийти. Просто если вы юны, молодому поколению не хватает одной вещи. Это было у нас в детстве, у Ромки Борски, точно, который был уверен. Сейчас молодому поколению можно сказать пиздюлей. Когда ты сказал херню, можешь получить. Получить! Не в интернете тебя пошлют с чужого никнейма, а когда ты за слова отвечать, за действия. Сейчас такого нет. Сейчас все либо в интернете с аккаунтов котиков кидаются какашками, либо к мусорам бегут число. А еще есть момент, ну, вот в плане того, что взять неизвестного спортсмена, начать в него вкладывать, начать в него медийно пытаться развиваться и так далее и тому подобное. Очень много бывает тщеславных ребят. Когда они ничего не имеют, они стараются. А когда их медийность возрастает, когда их результативность возрастает, ну, в плане появления там титулов и так далее и тому подобное, они начинают думать о себе слишком много. В плане чего? Они начинают в свои условия пытаться улучшить компанию. И это хорошо, если от него идет, ну, какой-то фидбэк, да? А есть, которые завышают свою планку так, что просто компания говорит, извини, мы не можем пойти на эти условия. Они говорят, хорошо, я буду искать других спонсоров. К примеру, таких ребят очень много, которые сначала растут с компанией, а потом они считают, что они эту компанию, которая их воспитывала и помогала им там, ну, грубо говоря, всем, чем только можно было по возможности, да, они считают, что, ну, все, вот я с ними вырос, я их рекламировал все это время, погони, но теперь я все, я перерос эту компанию. Таких ребят очень много. Кто-то вспомнит мое сотрудничество с одной компанией Уральской, что я киданул их, когда приехал в Санкт-Петербург. Нет, одним из условий попадания в команду Элиджи Марми было, что мы должны все свои контракты действующие прекратить. Все, мы пришли в компанию, в команду и соответственно те контракты, которые вот у меня, допустим, сотрудничества были, я их все прекратил, потому что это было условие заключенного мной контракта с компанией Элиджи. Все, я не кидал свою компанию, я просто сотрудничал почти два с половиной, три года с этой компанией спортивного питания, меня все условия устраивали, плюс компания сама улучшала мне условия, они давали мне там, это их была инициатива, Валерий Тимошов, он давал мне больше, чем там, ну, я, контракт у нас был, я за это безумно благодарен, я с ними рос, и я бы их не, как говорится, кинул, да, но это были одни из условий, поэтому, дорогие друзья, я Руслана прекрасно понимаю, хотя я мыслил так же, так же, как и большинство ребят, которые только начинают, вот бы взяли мне помогать, вот бы вырастили меня, и я бы был благодарен, да, все это, да, все это так и есть, все так думают, но потом, когда вы немножечко возрастаете, вы начинаете понимать то, о чем говорит Руслан, сначала нужно действительно вот пройти вот этот вот действительно слажный путь, там как бы пафосно и глупо это уже не звучало, но вы должны пройти какое-то время сами на свои кровные денежки, да, подготовиться, если вы действительно любите этот вид спорта, вы должны снизу начать и потихонечку, потихонечку пройти, хотя, ну, вот, в нужном месте, в нужное время появился, познакомился с Русланом, хотя я уже был чемпионом мира, и только после того, как я стал чемпионом мира и получил про карту, по стечениям обстоятельств, я познакомился с Сашей Соколовой, который как раз таки был на том турнире, где я получил про карту, и благодаря нашей, так скажем, нашему знакомству, я попал в компанию Генетик Клаб, это еще было до того, как я познакомился с Русланом и начал с ним сотрудничать, как тренер и подопечный. Уже после того, как я был в компании, на определенных условиях, когда они начали мне помогать, месяца через два, я написал Саше Соколову, сказал, Саша, как можно с Русланом поговорить о том, чтобы он меня, ну, возьмется ли он меня готовить. Не Руслану лично написал, я боялся написать, ну, то есть, я понимал, что человек занятой и что он может там отказать, но Саша поговорил и Руслан сказал, напиши Руслану, он ждет. Я написал, мы встретились и все, и мы начали с ним работать и по сей день работаем, по сей день я в компании Генетик Клаб и вот, тренируемся, ролики для вас снимаем. Вы же особенно понимаете, что когда запускаешь свой бренд и начинаешь спонсировать? Да, и особенно, вот получилось так, что есть сейчас своя небольшая компания, да, которая тоже, опять же, по стечениям обстоятельств повезла и я некоторым спортсменам помогаю. Сначала я начал набирать команду, всем помогать и так далее и люди, не начав еще даже работать, еще не начав работать, уже начали требовать, блядь, что ли. Я говорю, чувак, мы с тобой там без году недели знакомы, мы с тобой первый месяц там сотрудничаем, а ты уже меняешь условия, говоришь о каких-то более выгодных, потому что тебе кто-то там что-то предложил. Все, и эту идею и отпал. Я сейчас помогаю только тем ребятам, которых сам зову к себе в компанию, от которых я вижу какой-то фидбэк, которые вижу, что горят бодибилдингом, я им сам предлагаю и беру их в команду. Но когда мне пишут, типа, можно с вами посотрудничать, нет, нельзя. Я людей из зала буквально выцепляю, спортсменов, тренируюсь в спортзале спортлайф, и уже три человека с командой спортлайфа, я им вот помогаю. Ребята молодцы, стараются. Тут до ушей, тут пониже, ключи, ага, вот. И сильно не выгибайся в дугу. Вес небольшой, чуть побольше ручки можешь. Интересненько. Мы как-то упражнение уже делали? В фицепсе тренировались, и мы вам его показывали. Ну, в принципе, невозможно каждый раз изобретать новые упражнения. А мне некоторые подопечные уже сотрудничают со мной больше года, и каждый раз просят что-нибудь интересненькую тренировочку. Ребята, интересненькая тренировочка в большинстве случаев для спортсменов в течение первых пяти лет является шагом назад. Потому что к новому упражнению нужно врабатываться, понять точно подходящий вам рабочий вес для последующей прогрессии нагрузок. Если вы постоянно скачете с упражнения на упражнение, с программы на программу, вы свой возможный прогресс ухудшаете. Хотите удивить мышцы? Если вы делали вчера 12 раз, сделайте 20. Сделайте 30 в поламплитуды. движение, которое вам хорошо знакомо, где вы чувствуете мышцы, где нет болевого синдрома, к которому не надо привыкать, подбирать углы. Очень клево в одной из биографий Шварценеггера он крыловую фразу сказал. Моя программа тренировок практически не менялась в течение 20 лет. Все, что менялось, количество еды, которую я потребляю и дозировки. Ну, потому что это важно. Если вы круто чувствуете гантели на жиме, вот пример я. Оторвал грудь, старался нанежать штангу, чудесно тренировался, прогрессировал, и грудь восстановил, и объем, даже заметны были улучшения. И вот после сезона я решил, я такой здоровый был, сильный, думал, что восстановился, так и захотел штангу пожать. Ребята, на втором подходе закончилось тем, что у меня был микронадрыв левой грудной. Ну, симметрично, так, с зашитой. Нахрена штангу полет сжать? Ну, как бы, дурачок. Спортивный тазар, не надо было. Гантели чудесно жму. Да, больше полтинника нету, да, там выходил назад повторений, но ощущение, прогресс, все супер. Удивил мышцу, молодец, практически месяц не тренировал грудь. Умный тренер. Все просто, ребята. Грамотный тренер должен быть способен вам объяснить и вы должны ему доверять в этих моментах и очень важно, чтобы он был уверен себе и не ввелся на провокацию ученика поменяем мне программу. Мне нужно что новенькое. Обязательно нужно менять, например, если ученик говорит я жму штангу стоя у меня болит плечо. Тогда специалист не должен говорить проработается пройдет нет. Экстерно нужно заниматься вопросом подбора движения амплитуды в которой нет болевого синдрома и возможно тренировать мышечную группу. В случае если мышечную группу тренировать невозможно нужно временно отказаться от нагрузки и провести все необходимые комплекс мер для предупреждения получения травмы и восстановления данной мышечной группы. Вот я сейчас поболел да омикрон цепляет всех по очереди легко перенес очень больше на простуду было похоже ну что я не мог заниматься вроде бы плохо по форме откат аппетит плохой температура но не было нагрузки на плечо которое у меня начало болеть и вуаля я разгрузился в процессе поколол некоторые препараты для восстановления которые мне ранее помогали справляться с боли в суставе плечо сейчас не болит могу тренироваться во всем уровне эти плюсы форма по любому недельки за три восстановится потому что потому что так должно быть мышцы помнят вопрос еще вопрос Леха единственный человек который читает комментарии потому что видео потом передает мне информацию я читаю даже отвечаю очень часто ладно я тоже читаю но не всегда нет честно читаю сильно после когда уже все отпишутся и пробегаю с глазами о том какой я там мудак получаю дозу информации по этому поводу ну и пошем дальше вас будет двое или будете еще кого-то брать как тренера мы надо еще микрофонка для легких вопросов в ту сторону отвести будет ли нас двое или будем кто-то мы еще брать все зависит от количества участников нашей команды да еще раз проговорюсь что это для спортсменов для подготовки для результата вы можете быть в команде любого бренда спортивного питания который даже может меня ненавидеть и на логотипе которого там не знаю мой портрет с дротиком во лбу меня это абсолютно не беспокоит это именно для спортсменов если будет очень много людей то мы будем рассматривать вопрос дополнительных кураторов по направлениям либо расширение куратора дополнительного врача да чтобы он разгрузил касательно разбора там анализов опять же чтобы быть человек грамотный подходящий под наши цели и задачи и уровень услуги которую мы хотим предоставлять потому что вы знаете результативность моих спортсменов очень простая я могу готовить двух людей к примеру на чемпион как в прошлом сезоне тут два человека становятся абсолютными чемпионами это мне кажется гораздо круче готовить стоит стал у тебя всего там четыре с медалями в мухостранске это как бы не то почти 111 килограммов продолжим 120 но я скажу так что качество такое достаточно оптимальное но в этом качестве круто делать хорошую форму круто как бы да показывать как бы и шоу да с прогрессом сушками но я уверен что в августе у нас четко реализуется это прям вся весна за три месяца мы этот вес добьем и потом плавно выйдем как в турнирах вот тем более опять же вопрос визы стоит дурацкий американский потому что ну визу получить короме сложнее чем квалификацию вы уже помните когда второе место в Польше поэтому как бы потенциал есть знаете какой еще мне Ашочек сказал вон когда с ними встретились он говорит бля я готовиться начну только когда визу получу но сначала будет штамп в паспорте а потом подготовка потому что вот Влад Сухоручко в открытой категории в Украине он получил квалификацию но не смог попасть на Олимпию потому что блин не смог получить визу быстро то есть у него собеседование ему назначили в посольстве тогда когда уже Олимпия прошла вот и как они там не пытались там это все ускорить мне так и сделать не получилось из-за этого когда еще более обидно когда ты получаешь квалификацию но у тебя нет просто физической возможности поехать в Америку выступить вот просто нужно брать на себя ответственность за то что ты делаешь это важно особенно когда речь идет о деньгах и это кстати на будущее ребята и к вам к спортсменам потому что когда вам есть требования там отчеты снять позин да кто у нас будет у других городов я прошу да ребята снимите как вы выполняете все упражнения да то есть ну мы должны прокомментировать да то в любом случае мы наверняка с каждым рано или поздно да увидимся и да что я там требую да к примеру да даже постановку ног так ли да ноги ставить нужно да когда все скидывается да все упражнения должны быть отсняты да в движении чтобы мы могли прокомментировать а а кто-то потом забивает ну и рассказать своему тренеру что не снять было упражнение ну снять красиво может быть сложно да попросить кого-то ты наверное один ходишь в зал ночью никого рядом нет поставить телефон куда-нибудь упорчик можно в общем ваш результат зависит к сожалению не только от нас если вы просто у тебя крутой тренер который прям шарит или такой бах и у тебя форма случилась но нет пахать в зале придется вам соблюдать режим и рекомендации к питанию придется вам и самое важное для себя на этот сезон если вы будете готовиться с нами принять решение служить специалиста которого ты выбрал не нужно идти к Васе потому что у него большие ноги а он с такими родился или бывший велосипедист не нужно идти там к другому тренеру потому что вроде как кто-то сказал что он круто всех слушает на кето-диете если вы хотите собирать в кучу рекомендации даже от самых-самых крутых ребят по итогу будет каша ведь когда вам что-то дают на дистанцию план определенный человек думает что из чего следует есть причина следственные связи определенных решений и рекомендаций действительно может совпасть так что вам это не подходит может у вас не высокий углеводный обмен а высокожировой это можно определить со временем по вашему прогрессу изменениям но собирая сборную солянку из всех методик на свете можно получить замечательная фраза была сказана великолепным чемпионом мира и биби-про спортсменом Романом Халиульным который сказал в одном из видео а теперь вставочка Леха наверное помнит сделал вот цебятину получил хуятину по форме вот потом Роми терпет смотри до этого места что происходит при самодеятельности это будет главным роликом нашей школы сначала знаешь такое будет вступление ой ребята нам нужно название нам нужно название за самое прикольное название которое наберет больше всех лайков не накрученных ребята не накрутите себе тысячу лайков у меня столько лайков по всем видосам не бывает а вы свои комментарии крутите так не надо делать будьте будьте нехитрожопными в общем конечно придумывайте нам название ну вот просто которые лайков наберут побольше нет не лайков в комментариях вот лучше под название которое вам понравится поставьте хотя бы плюсик или напишите чувак ты придумал крутое название ты талантищ ну вот и в общем тот получит консультацию консультацию от меня вот и баночку рейдж 2.0 от меня ну да ладно а то я напрягся ха-ха-ха блин так сырье подорожало ребят знаете раньше как бы думал ну можно там что-то подарить а теперь все какое-то стало золотое я забыл начало короче у нас осталось что-то там тысячи с чем-то человек до 30 тысяч подписчиков на ютубе в общем отправьте ссылку на канал своим корешкам которые качаются а лучше девчатам вот потому что девчонок мало на канале а мы хотим начать делать контент для девочек в будущем поэтому отправляйте самым красивым девчонкам ссылка на наш канал на наши инстаграмы вот ха-ха-ха не, мой не надо да я уже удараю вот соответственно и когда будет 30 надо, но никому об этом не рассказывать и когда будет 30 тысяч подписчиков на канале вот тогда мы сделаем мощнецкий розыгрыш и причем исключительно для тех кто подписан на ютуб вот что как это сделать мы разберемся вот с механикой ну потому что знаете я считаю так да ну есть там люди которые выбирают генетик я вас очень ценю это очень круто есть те кто подписаны в инсте нам много пишут лайкают комментируют особенно это прикольно ну наверное самые такие близкие подписчики это те кто смотрят полноценные ролики на ютуб ну те кто прямо с нами вот наверное самый такой максимум а если вы еще не подписаны на инсту опять же внизу есть инста надо подписаться и огонечки ставить и так далее я же стараюсь у меня иногда будут шутки смешные одна из ста вот или реже все сказал 30 тысяч подписчиков будет ништяковый розыгрыш вообще всяких кайфушек ну вот 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 теперь болеть будут очень давно я акцентированно торпеции не делал вот по слову совсем вот поболят мне их недавно на массаже намяли так что и большие просто не мог двигать блять ни на подушке ни на боку никак вообще не мог лежать они просто болели в состоянии покоя блять думаю не такой массаж я не хочу блять и вот 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 сейчас там деньги вот это не лучше не ну а спячка сейчас подзадная в 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 а д я трапезию делал широчайшие заболели не знаю почему нет ответа у меня на этот вопрос просто широчайшие заболели это просто то есть у меня реально почему то появились широчайшие я когда штангу от груди жал раньше особенно штангу от груди я безумно чувствовал широчайшие у меня после тяжелых тренировок груди даже спина болела, прикиньте мышцы спины понятно, они работают в синергии на негативе и так далее но они работают не настолько, чтобы они прям болели они болели, как после полноценной тренировки поэтому, наверное, и спина имеет такие данные не самые плачевные это забавно короче, Ром, легче сказать, что там видос на 2 часа, давай всем скажем пока комментарии подписка, комментарии а, нет, палец тоже лайк они просто не показывают лайки дизлайки убрали мы теперь спим спокойно поэтому ставь лайк, пиши, что на самом деле ты поставил дизлайк вот, ну чтобы все равно отображал напиши о том, что нам обоим не идет борода и там будет похуй тоже ну как бы, да, не то, что сильно парит на самом деле, нам идет борода? ну сказали бы нам да блядь, ушло мужская да, там пацаны пуёвая шутка понимал, по статистике там 95% пацанов то есть, если крут тебе скажут да, как бы вообще не радуйся вообще не буду радоваться не надо, да не надо мне в директ потом написывать то есть, я жена двое тень да фото голой жопы тоже не продаем нечлены тоже не шлите фотки голой жопы есть у Пашки Бойвы если что, он уже выкладывал? он выкладывал бесплатно на страничку к нему зайдите, посмотрите там, там можно открывать на голову без регистрации и смс кстати, у нас уже давно идея ондик завести все, всем пока ха-ха-ха